итак всем привет сегодня будет история которая возможно изменила мою жизнь да я уверен что это поменяло вообще мое сознание и так далее я расскажу свой опыт который я пережил в течение около трех часов ну и после осознания этого происходящего история случилась 9 числа этого месяца смотрите когда я заливал видео вот я поехал я сейчас нахожусь молдове и я поехал на границу с украиной маратик село там находится вот поехал смотреть пещеры поехал смотреть пещеры и как бы первый день я туда приехал не захотел смотреть эти пещеры устал потому что проехал больше 400 километров туда еще некоторые места заезжал да намного будет где-то почти до 500 километров вот и я заехал на там на самую высокую точку на холм и решил расположиться ночью с видом на маратик вроде бы так село называется маратик варатик ну короче я прикреплю реолокацию там фотки вот расположился на этом холме холме такое скалистая не знаю сколько метров высота прилично выше и выше этого поселка вот внизу находится залив такой вот речушка из заливом то есть тоже фотки прикреплю все будет видно ладно не буду хватит описывать вот расположился там как бы приготовил себе чай уже классный закат сфотографировал так далее ну и начал там фотки видео интернет там замечательный загружает то есть видосики редактировать там слегка смотреть сам видосики перекусил выпил пивасика безалкогольного если что вот с рыбкой все замечательно ну и уже 12 часов 12 08 я собираюсь чистить зубы вожу все свои телефоны то есть и иду на камень там такой камень они все теплые камни звездное небо просто нереальное там супер звездное небо наблюдаю то есть видно млечный путь рукава его вот я только сажусь зубы чистить и подымаю взгляд на уровне горизонта может чуть выше ну чуть выше горизонта может градусов 12 где-то так вот от горизонта может 15 на меня что-то летит нечто нечто которого я никогда в жизни не видел и именно с такой реальной скоростью просто просто нереальной скоростью и бесшумно еще она двойное такое то есть два шара внутри и спускают я прикреплю анимации фотки ну я еще фото заснял и видео это уже все это прикреплю но фото и видео скажу сразу не передает потому что я делал это в авторежиме не сам не настраивал зум не включал потому что я был в шоке в жизни такой не видел сначала я подумал что это квадрокоптер какой-то там с какими-то фонарями которые моргают вот я еще голый находился я был в одной курточке сверху такая курточка легкая легкая такая ветровочка можно сеточка назвать снизу у меня все было было короче думаю в дух камера там какая-то хорошая там ночная или вообще в принципе этот голый бегаю так потом думаю ну нет это не похоже на квадрик очень быстро приближается очень быстро бесшумно думаю может ветер в его сторону может это что-то другое может что-то новенькое что я не видел но нет это неестественно ближе когда становится я вижу что это как будто слияние двух звезд но звезды нейтронные как анимация двух нейтронных звезд такое голубое свечение именно и материал разбрасывает как будто в космос то есть пространство и размеры на фото не передать это только вот то что самое яркое светится на фото вот на уровне звезд то есть вот это я вам покажу это вот вот это вот свечение оно было на уровне звезд а то что было более блеклая камера не словила ну были такие размеры просто размах мне оказалось что ну вот прям непосредственно метров двадцать от меня находится прям может 50 ну самое ближе 20 метров где-то казалось что оно возле меня я понимаю что я такого не видел я перестаю снимать и фотографировать и меня мысли окей я не знаю что это такое значит это неопознанный летающий объект он так и называется потому что я не знаю что такое ну и мысли то есть инопланетяне такое там место то есть там место пещеры в которых тысячи лет назад то есть там уникальное место это древний коралловый риф был древний океан или море везде вообще был океан это другая история неважно там есть пещеры и в которых находили останки мамонтов саблезубьих тигров и так далее вот то есть там находили копоти и костры то есть какую-то негоду какой-то путник там какие-то люди древние люди там прятались от плохой погоды там может кто и зимовал и так далее вот и я вот это думаю вот это я приехал и дотрещался обычно там говорю от этого что вокруг происходит остановите планету я сойду как говорится да сам сам себе виноват вот и думаю все меня короче сейчас забирают мысли такие ну как это без моей воли меня может кто-то забрать вот особенно если развитая цивилизация там и так далее вот мы мне любопытно стало вау меня заберут я что-то новое вообще вообще такого экспириенса которого ну в жизни может не быть никогда вот такие у меня мысли как бы ну и страх присутствует и любопытно я думаю ну ладно что делать классно ж будет вот это вот путешествие у меня какое решил просто по европе на мотоцикле покататься попаду в какую-то соседний галактик или вообще в другую вселенную вот такие от мысли вот ну и страх как бы начал переживать за то что мои вещи утром своруют телефоны и так далее даже фото вот эти никто не увидит и подумать что я пропал без вести или утонул и больше переживал что мама будет переживать за меня что так и так у меня что-то самое случилось кто-то либо убил либо утонул сам и и так далее будут такие мысли ну я даже ну я я понимал что мысли мысли не было сказать подождите можно я позвоню вот что все окей меня инопланетяне да даже если бы я позвонил вы представляете такой звонок мама алло меня тут инопланетяне забирают вот короче все будут окей не переживай все окей я не не умер ничего не пропал без вести все окей ну просто представьте вот я с вами делюсь этими своими переживаниями вот и я как бы говорю ладно хорошо я оставляю свой компьютер одежду снимаю курточку что-то мне это захотелось как бы я подумал что это не нужно я босиком был там травка камушки такие большие теплые на этом камне как раз и стоял в этот момент а я за телефоном лишь вернулся он у меня там лежал то есть я еще когда она уже увидел что это что-то не 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 естественно я быстренько к телефону 10 метров схватил и опять на этот камень стал она все приближается на меня из очень быстрой скорости и когда достигла максимума я типа сказал все хорошо можете меня ну типа забирать она еще так начала приближаться и тут я говорю ребятки мне так страшно можно как-то это помедленнее делать потому что очень как бы быстрый тут коп она приостанавливается и начинает менять позицию то есть двигаться вот как я камеру веду как будто вы вот в корабле находится начинает вот так вокруг меня как будто облетать и не отдаляться я начинаю разговаривать даже представьте я начинаю разговаривать ну представьте себя на моем месте когда это реально нереальная хрень то есть то что я описываю это я сейчас опишу что это было и физически объясню что происходило почему мне так казалось вот то есть я начинаю сомневаться что мне страшно начинают поклону это уже кажется что с тобой взаимодействует то есть молча взаимодействует я такой начинаю можно но медленнее я сомневаюсь мне страшно как-то и начинает отдаляться понимаете я такой начинаю переживать знаете из-за чего из-за того что как бы и облегчение такое что хух все меня оставляют как бы и начинаю переживать блин это же уникальная возможность вдруг такого шанса не будет вот вот такое вот представьте себя на моем месте и начинает эта штука отдаляться я еще там чуть-чуть что-то пообщался думал что еще вернется и она отдалялась отдалялась там за фонари залетела я уже не фотку там карьер она стала напротив карьера и там фонари такие яркие были я понимал что там уже ничего не заснимешь вот они будут мешать и что я начинаю я начинаю звонить там первым своим друзьям с кем последним общался ну это квадрокоптер там начинают рассказывать блин ты знаешь сколько я видел этих квадрокоптеров и дронов и так далее вот я ну здесь разбираюсь я технически подкованный человек и эрудированный люблю технику то есть вот инженер это шаровая молния было две я шаровых молния с детства наблюдая за небом небеса любил грозу смотреть детстве любил за дождем наблюдать я с шаровых молнии наблюдал около 20 раз вот то есть у меня такой хороший экспириенс насчет это нет это не шаровой а их кучу раз видел это было ну что то нереально но размеры это это этого шоу просто нереально я короче еще там пытался дозвониться уже поздно было и в итоге звоню человек он мой друг дмитрий дмитрий смотришь видео спасибо тебе ты просто красава блин ты просто облегчил мои страдания я ему звоню а он как за компьютером был у нас около трех часов раз за разница во времени или двух он в этом португалии вот он как за компьютером сидел и буквально мы там пять минут поговорили он уже нашел говорит телеграм-канал бросил мне и говорит над украиной тоже это видят и все пишут не бойтесь это не не нло и так далее это ариан 6 новая европейская ракета то есть первый раз запускали вот и вот такую устроила на шоу то есть а я даже выяснял там некоторые читал люди в дома прятались от того им страшно это наблюдать так вот что что дальше как бы я у это понимаю да то есть осознание такое знаете как будто и облегчение и потеря что ты и заснял видео как бы доказательства внеземного и тут же все это не какое-то внеземное и еще мысли такие а представляете люди которые реально видели какие-то происшествия космическом ракеты ступени и так далее то есть это ариан 6 2 ступень которая отвалилась и падает в атмосферу там дохерна топлива и так далее короче очень очень необычно там было посмотрите фотки вот и я просто облегчение да и в то же время разочарование вот такие вот ну все вы уже поняли что это теперь я объясню почему так происходило на моих знаниях физики я объясню почему так происходило то есть это какие-то закончила свою работу то есть ступень от нее отделилась ступень я не знаю как нам по счету первая наверно или не наверное это 3 ступень 3 ступень от нее отделилась и дальше полетела вот а это ступень начала сваливаться вниз но двигатели не выключены не выключены двигатели и топлива там было много и она начала хаотично сваливаться то есть там вращение кульбиты потому что выглядело это как будто реально две звезды то есть там какие-то может двигатели заглохли а какие-то остались они там пересекались может где-то топлива выпадала которая создается и она быстро начала снижаться снижаться плюс еще топлива вот это взаимодействие с атмосферой большая скорость там выходит иногда и плазма создается вот возможно там и была плазма всех процессов я не знаю но я не подготавливался я говорю экспромом что я знаю то есть и она резко то есть быстро снижается и у нас как получается те объекты которые находятся к нам близко они для нас скажутся больше да это у нас мозг потом интерпретировать когда мы учимся вот когда мы родились там через два годика мы начинаем осознавать через три что расстояние которые предметы которые находятся дальше они кажутся меньшими а которые ближе они нам кажутся больше вот и когда объект нам приближается он увеличивается естественно может там ближе становится а он же как бы снижался приближался в то же время и вот эти газы взаимодействовали и он увеличивался в размерах то есть да она не не так быстро приближалась как мне казалось на самом деле но из-за того что взаимодействие с атмосферой вот эти кульбиты она создавала как ореол вокруг себя просто нереальных размеров это надо было видеть своими глазами я думаю люди которые это видели могут можете написать комментарий описать ваш экспириенс в комментариях к этому видео мне будет очень интересно потому что я еще не встречал людей которые это видели ну кто-то вроде бы видел писал мне в комментариях ну это не сто процентов именно это событие потому что мне написали что именно это событие а просто что люди видели такое же и спрятались в дом то есть испугались но и другу своему одному общался вчера например рассказывал это он говорит я тоже бежал оттуда мне интересно стало любопытство такое вот и как бы увеличивается в размерах увеличивается в размерах просто там в сотни раз реально вот на таких размеров увеличено именно взаимодействие с атмосферой вот эти эффекты все которые были сначала там точкой какой-то а потом ну сначала была точка такая непонятного цвета такого голубого как будто электричество разряда вот и потом очень быстро увеличивается и кажется что очень быстро приближается и в итоге вроде бы 20 метров вот возле меня и плюс я на холму нахожусь на холме точнее на холме нахожусь мне еще короче это 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 нечто то есть невероятный экспириенс как бы было не скучно как будто на какого на чем-то таком крутом как будто реально инопланетяне покатали вот таким образом мне казалось что он приближается а когда вот уже максимум был да она как будто зависла на на одном месте мне казалось чтобы как будто она зависла вот и начала уменьшаться как будто вот со мной общается и как раз в этот момент ляпнула типа ну ладно и оставляю свой телефон выключаю все раздеваюсь и как раз остановилась и вообще не началось вот так что вот так вот можно от технологии сходить с ума если ты не знаешь что это такое поэтому технологии когда ты не понимаешь как они работают они сравни магии так что людям спасибо еще раз дмитрий ты мне помог разобраться в этом вот реально помог ли здесь я я до трех часов не мог понять что это пока ему не позвонил ну точнее два чем-то в три часа где-то то есть прошло где-то около двух с половиной часов пока я понял что это такое так что вот такая вот история встречи как бы казалось неземными цивилизациями оказалась просто ракета так что прежде чем всю жизнь положить на то что ты видел нло попробуй разобраться и попросить помощи тебе обязательно помогут ну некоторые будут гнать свою линию до конца ну будьте реалистами вот если бы меня забрали тогда бы я поверил что есть мне неземные цивилизации ну а так это казалось новая ракета всем спасибо прикреплю фотки наверно в конце сейчас на и накидая фотки будут мне просто так проще накидая фотки локации так далее какую-нибудь музычку там наложу посмотрите все всем спасибо ставьте лайки и комментарии это очень помогает у меня классные идеи на будущее вам понравится так что поддерживаете я хочу набрать определенное количество подписчиков и уже будет контент намного интереснее которые я создаю сейчас но пока так пока по простому ну все будет ставьте да будет интересно вы поможете мне я помогу вам сейчас на фото начало когда я до этого видео снимал но это уже на фото видео я выкладывал можете найти его там не очень на самом деле качество вот он на подлете видно как вращаются эти две как будто нейтронные звезды на тот момент для меня вот видно как будто их две то то они пересекаются то отдаляются духа дурата опять сходятся бывало что расстояние были приличные между ними и плюс из и газ или что с него вылетала и создавала большой орел его не видно на фото частично этот орел будет видно на других снимках вот я прикреплю в конце фотки где будут они с анимации слияния нейтронных звезд вот примерно так она выглядела глазами человека когда-то на него смотрел и вот сейчас на следующие фото будут видно часть этого орела что выходил намного дальше за границы самого объекта вот здесь вот сейчас слева сверху видите их несколько было то есть они там были на расстоянии их просто на фото не видно бы мы их видно ну вот на этом фото это не моё фото а вот так вот примерно она выглядела глазами